Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Хорошего вам настроения сегодня. Отменился у вас... у нас... у вас... отменился... перенесся у нас в Warcraft дневной, прошу прощения, но это китайцы опять что-то намутили. В общем, начинаем сегодня трансляцию попозже, чем обычно, и сразу переходим к Baldur's Gate. Мы находимся все еще в первом акте, играем на максималочке, игра замечательная, пришли в гоблинский лагерь, и тут, конечно, огромное количество NPC, огромное количество квестов, глаза просто разбегаются. Остановились, сегодня мы умрем, говорит Ламак, сегодня, скорее всего, нам надо будет принять весьма непростое решение, что мы будем делать с лагерем беженцев, в частности, будем ли мы поддерживать... ну да, вот-вот-вот-вот, где мы находимся. Это... ну, один из основных квестов победить гоблинов, тут есть три лидера, три вожака. Сайд-квест спасти Вола, это товарищ, который там вещал что-то на площади, развлекал гоблинов, пока мы не появились и, ну, не сбили его с творческого такого настроения, вот, и его посадили в тюрьму, но до него еще дойдет. Здесь... ну что, давайте квест посмотрим. Так, налетели, кажется, попросить гоблинскую жрицу от помощи, попросили, не позволили жрице проникнуть в свое создание, не имея возможности разобраться, что с нами не так, она сказала, что ничем не может помочь. Обратитесь к тетушке Этель, это другой квест, это пожилая дама, где-то она на отшибе чайный домик к себе пригласила, но она совсем не простая, как вы помните. Бир, привет, мастер Кир, вас Мадеус, всем здрасте. Победить гоблинов. В лагере гоблинов есть три вожака, жрица Кишка, Дрор, Рагзлин и Дроум. И совершить налет на изумрудную рощу. Ментара готовит напади на рощу, она велелся на нас ждать с рассвета, надо бы выспаться. Можем, конечно, поспать, тем более, что у нас с вами наверняка есть, хотя нет проблем с заклинаниями, все, все товарищи, все товарищи готовы. Я по это самое, поворовал, что мог. Кстати, здесь нас никто же не видит, почему мы золоченый сундук не хотим взять, такой вопрос. Давайте посмотрим, украсть. Что там есть у них? А, мы вот так вот украли. Нормально. Если не можешь украсть, можно сразу отправить в лагерь, там разобраться с этой штукой. Вообще классная механика тоже. Если у вас, например, отмычек нет, тоже можно брать спокойно сундук. И... Так, ну что, налет на лагере, как вы думаете? А там уж разберемся. Я бы поддержал, конечно, этих. Что за все видящие ока? Черная поблескивающая поверхность глаза отражает, что-то там потрогать. Радостно помахать рукой. Ты не улавливаешь никакой реакции от немигающего глаза. Ну, летает здесь какое-то око, я с ним не общался. Ну, смотрите, убивать гоблинов, тут толпа народу, толпа квестов еще вниз, можно как-то спускаться, насколько я помню. Там пауки какие-то внизу, я не знаю, что делать. Давайте, ладно, дождемся рассвета. Отдыхать нам не нужно, но еда все равно есть, и раз по квесту нужно передохнуть, давайте передохнем. Полноценный отдых. Я пока только догоняю по прошлому стриму, говорит Ламакс, подскажи, разобрались с действием отступить? Конечно, конечно, разобрались. Хорошее действие позволяет отступить. Так, журнал задания обновлен. Минтары и ее отряд выдвинулись в сторону рощи, они ждут, что мы проникнем туда первыми, понятно. То есть нам нужно дойти до рощи, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Тогда отступаем, отступаем в тень. А, слушайте, я же не могу на... Мне же нужно выходить вот сюда вот, да? Давайте выйдем. Давайте выйдем. Но, если у меня будет выбор, я впишусь все-таки за рощу. Они бедные, несчастные, там беженцы, да, друиды, не очень харизматичные, так скажем. Можешь же, так мы увидим, Грик, ну хорош, ну я же не знаю, это же, это же интрига, можем, не можем. Дойдем, узнаем. Можешь же, можешь. Началось, блин, вот. Поехали. Что, со штурмом рощи, ну как раз и идем туда. Лагерь гоблинов, у них тут вообще весело. Так, ну что, роща, изумрудная, изумрудная роща, вот он, спасти беженцев, защитить изумрудную рощу или совершить налет. У нас есть выбор, но я буду вписываться за рощу. Я буду защищать эти земли. А, ты про телепортацию говорил? Да ладно, можно было тпшниц. Так, ну давайте аккуратно. Наверняка вот здесь уже будет основная группа перед воротами. Ну так. Опа. Совершит налет. Уберите луки. Боги Всевышние, мы тебя за гоблину приняли. Давай скорее сюда. Я хочу, чтобы ворота были закрыты, когда они придут. И нам надо поговорить. Давайте заходим. Патане, бочка с маслом. О, они тут подготовились, бочки закопали. Заходим. Заходим. Мемору. О, и тут еще бочки. Ну что, забираемся. Подожди, а с кем поговорить-то? Вернуться к предводителям тифлингов. Вот он стоит. Зевлор. Боги Всевышние, ты жив. Луч света в темном царстве, в кромешной тьме. Я и не чаял, что ты уйдешь живым из гоблинского лагеря. Рад, что я ошибся. Так что происходит? Мы видели, как они собираются в лесу. Я встретил друг, который командует ими, и привел ее сюда. Ой, гоблин на подходе, командует ими дроу. Дроу, которыми командует, узнал об этой роще. Мне не удалось ей помешать. Давайте второе. Командует дроу. Нейтральную. Вот как. Проклятие, я не думал, что она... Мы почти уже собрались уходить. Долго собирались. Что ж. Ничего не попишешь, значит будем сражаться. Один раз мы ухитрились от них отбиться. Если ты с нами, может сумеем и теперь. Что с тобой? Ты меня не понял, я как раз с ними. Не-не-не. Какой у тебя план? У меня есть только отсутствие выбора, нам нужно быстрее прорядить гоблинов, чтобы выжить. Мы все масло, которое были, прикопали перед воротами до капли. Протрубим в рог, чтобы заманить их внутрь, и обстреляем огненными стрелами, будем молиться. Она заглотит на наживку, но мы будем готовы к обороне и победим. Давай. Я бы сказал, что твоя отвага заразительна, ну, или здравый рассудок мне изменил. Сделай для подготовки все, что считаешь нужным, и протруби в рог. Начнем уже незнакомиться. Ох-ох-ох-ох-ох, протрубить в рог, говорите, да? Что за рог? Сортировка самая новая. Протруби в рог. Что, блин, какой рог? А, вот в этот, видимо, рог. Боевой рог. А, смотрите, здесь еще бочки есть. Я, возможно, накидал бы их вниз куда-то. Давай попробуем. Подожди, а если я брошу, она же забьется, скорее всего. Бочка с маслом. Давай подбираем. Там перегруза у Карлах нет. Скоро будет. И вот эту бочку бы тоже взять. Подобрать будет перевес. И насколько перегрузка нормальная. Еще бегать не можем, но... Это не главное. Спуститься мы отсюда можем, интересно? Может, и сможет Карлах спуститься? Посмотрим, какие там будут потери по здоровью. Что они ворота не закрыли, я не понимаю. Закрыть ворота, алло. Минус семечков здоровья. Вообще, знаете, что можно сделать? Можно от Карлах передать эту бочку кому-нибудь менее загруженному. И тогда мы сможем ей спокойно спуститься. А потом из инвентаря... И вот эту вот бочку тоже бы подобрать. Инвентарь тут абсолютно общий, насколько я понимаю. И можно, соответственно, перекидывать от одного другому в бою как угодно. Но дроу это один из лидеров гоблинских, которых мне надо убить. Можно было устроить зарубу прямо у гоблинов, но, во-первых, там квесты еще недобитые. Лута миллион. Ну давай здесь потихонечку выгружать. Выбросить раз. Устраиваем тут все. Так, передаем Карлах, получается, чтобы она от себя выбрасывала. Вообще тут... И давай третью. Я не знаю, сколько их будет, но там явно будет герой. А больше бочек у меня нет. Но я вроде не брал. Есть масса всяких приколюшек. Там зажигательных тоже смесей. И наши персонажи четвертого уровня тоже. Можно окунуть оружие в костюм. Да, можно. Можно выкинуть свечку. И об свечку зажечь оружие. И у тебя будет огненное оружие. Ну что, группируемся. Давай, Карлах, впереди. Ну я готов. Кое-как, блин. Только знаете что? Я, наверное, сокола разгруппирую. Сокола поставлю сразу, чтобы на него не смотрели. Куда-нибудь, не знаю, даже, наверное, сюда. Чтоб он тут мог сверху... Недостаточно. Ему бы как-то не то, чтобы с фланга, но чтобы на него просто не смотрели. Да, здесь не будет места свободного. Ну тогда с противоположного направления зафиксируем сокола. Где-то вот здесь вот. Пусть он стоит и стреляет. Вид... Обзор шикарный. Гейла куда-нибудь сюда. Хотя... Рано я распределяюсь. Мне же Блесс хочется накинуть. Ладно, погнали. С богом, ребят. Вписываемся за бомжей. Ой, там еще Огр с ними. Пауки. Да ладно. Вот она. Героиня. Мать. Какой у нее шикарный доспех, а. Такая уверенность в себе. Вот он. Момент истины. Ну что, от Реби, давайте. Покажите все, что вы можете. А где мы? Бочки, я не вижу. Не, рано, 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 рано. Рано, 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 рано. Ой-ой. Сильное колдунство. Закройте ворота. У него все проблемы с воротами. То закройте, то откройте. С самого начала игры. Я знаю, что вам страшно, но знаю так же, что вы сражаетесь всю жизнь. Наш путь никогда не был легким. Никто не предлагал нам простых решений. И сейчас все точно так же. Эти твари хотят отнять у нас жизнь, детей, будущее. Но мы им не позволим. В твой разум впитывается ледяной осколок. Какая милая речь. Еще немного, и слезы бы на глаза навернулись. А теперь, перережь ему глотку и открой ворота. Абсолют хочет, чтобы мы убили всех. Послушаться и открыть ворота. Нет, это роща под моей защитой. Все, кто здесь, под моей защитой. А мы с тобой увидимся в аду. Предательница. Думаешь, что совладаешь и со мной, и с Абсолют? Я тебя распотрошу. Вау, какая она грозная. Так, паукан пятого сразу запрыгивает наверх. Ой, они очень маневренные, конечно. Ой, ой, ой. Так, она же что, с богом. Что у нас, кто у нас? Я не вижу большое количество врагов. Тут Огр Громила. Багбер третий. Вот сюда надо сразу... Оооо, смотрите. Наша бочка с огневухой. И взрывник Декстер. Его надо отстрелить наверняка. Как же я тут палюсь просто. Как я палюсь. И этого подрывника будем отстрелить. А что у нас? Получать поддержку. А, подожди, надо же... Все, поехали, алло. Блин, жопа. Извините. 45 мимо. Так, а почему я не могу? А, мы все в бою. Ну, начало как бы подкачало. Погнали. Зевлор, арбалетчик. Стреляет в одного. Бежит. Взрывник мог. Рывок. И... Не успеет. Так, давай сразу. Блесс. Что у нас по блессу? Раз. Цель слишком далеко. Слишком далеко цель. Ну как так-то? Ё-моё. Раз. Два. Достанешь до этой вне зоны видимости. Приехали. Давай тогда следующим образом. Мы походили здесь. Мы, Карлах, подходим сюда. Тогда... Переключаемся на Shadow Heart. Раз. Два. Три. Блессик пошёл. Ну, а чё дальше? У неё... У неё, конечно... Пока ничего. А чё Карлах? Сможет... Место внизу... Надо попробовать бочку взорвать. Вот таким вот образом, как там. А, вот так? Ё-моё. И вот она. Шестого уровня. Принесите мне их головы. Клеймо души. Шо это такое? Бах. Просто бочку метают. Откидывают нас. Так. Ну, надо сжечь, наверное. Чё? Жечь, не сжечь. Жечь, не сжечь. Фаерболов нет. Хочется дождаться, когда остальные подойдут, на самом деле. И на следующий ход уже это делать. Что мы можем сделать? Что у Паука по мудрости? Вот такой вопрос. По мудрости нисколько. А, ну это распространяется на гуманоида только. Масло лить всё рановато, потому что там всё равно... Хотя масло, может быть, и неплохая идея пролить. Если мы достанем достаточно далеко, вот куда-нибудь сюда, то будет неплохо. Да, давай как-нибудь вот. Или всё-таки ту бочку дальнюю сначала сделать? Давай дальнюю, потому что они оттуда уйдут. Достаем. Давай, погнали. Бах. Хороший урон. Красава просто. Отступай. Побежал следующий, но мы знаем, что он даже с рывком не добежит. О-о-о-о! Взрывает другую бочку, взрывает своего. Встаёт рядом с другой бочечкой. И ещё один подрывник. Ну, встали они просто шикарно. Прыжок арахнида. А вот это плохо. Завлоры начинают жрать. А-а-а, ответочка. Ой-ой-ой. Багбер третий. Метает промах. Мечет, точнее. Ну, было ещё этого заблора. А, что происходит? Так, внеочередная или боевой? Что там атаковать противника, который движется в пределах? А кто движется в пределах, не могу понять. Давай, шоковое прикосновение. Гоблин-колдун здесь оказывается. А-а-а! Скидывает лучницу. Элегис. Хорошо, промахну. Второй. Ещё бегут. Вот это самая главная цель. Вот эти вот три человека. Раз, два, три. Так. Чё с околом? У нас есть несколько наверняка стрелок тематических, сплэшовых. Громящий, да, отбрасывание при попадании. Что ещё есть хорошего? Больше сплэша нет, да? Больше сплэша нет. Почему я доспех не надел? Кожный доспех не надел. Блин, да я и этот не надел. Я и длинный лук не надел. Капец. А перчатки тоже не надел. Нет, перчатки надел. Короче, армор нужно взять, но я два действия потрачу. Это не то. И соколу вообще хреновато, как вы видите, по здоровью. Можно кинуть огонь не алхимика. Сюда, соответственно, гарантированно, почти что гарантированно зажечь это всё безобразие. Рядом со мной... Вена говорит, как это без банов? Чат читать не будешь, что ли? Да нет. Ну, как бы зачем? Я уже ответил на вопрос, получается. Короче, я не могу соколом с этой позиции уходить спокойно в инвиз и из-под тяжка работать. Поэтому надо воспользоваться пленой под этого тоже. А сколько мне... Какая у меня дистанция? Вот если я захочу, например, метнуть... Метнуть... Давайте бонусное действие. Бутылку, во-первых. И дальше посмотрим, насколько вероятно нам просто поджечь эту бочку и сплэшем. Где зелье? Алло. Такой бардак. А, вот оно. Огонь алхимика. Метнуть. Меч вообще шикарно, вроде без проблем. Нет? Поехали. О-о-о! О-о-о! Шикарно! Там никого в живых не осталось. Два подрывника. Кто-то там, кто рядышком был. Все пали. Так, соколик, ты красава. Просто... Просто отойди. Так, Зевлор переключается на двуручную. Ой, какой жесткий! А, вот это взорвет ворота, похоже. Не, не взрывает. Шансы еще есть. Ну, я не хочу ворота, чтобы пробили. Но как мне его остановить? Как, как? У тебя Shadowheart впереди. У тебя еще Гейл будет работать. Этот еще протанкует ходик. Просто стреляем. Но спускаться я не хочу туда. Поэтому давай. А если мы... А, это бочка с маслом просто мечем. Ладно, просто пытаемся попасть по нему. Критический промах. Это беда. Ну, давай защиту все повысим. Блин, а как быть? Мы можем его попробовать... А, я так и по возможности. Я так забыл об этом. Можно его лучиком направляющим пробить. Так, больше шансов на попасть. Надо было с этого начать. И урон нанесем, и... Ну, как бы все. На этом полномочия наши окончены. Концентрация не сбита. Блэс работает. Этот, конечно, обречен лучник. Один хит кому оставил? Порвите их! Клеймо души. Бафает дроун. Сама пока не врывается. Там еще люди. И Огр живой. Эти мелких много. Пошла бочка. Я не вижу, не вижу, не вижу. А, вот это больно. Так, твоя задача. Твоя задача убить вот этого упыря, Гейл. Как угодно. Там одна тычка. Там вообще не важно. Может тогда месилей, чтобы попасть. А месилю ты убрал. Месилю-то ты убрал. Может тогда... А там какая вероятность была? 75-75. Так себе. Ладно, давай тогда. Так. Взорвали. Но ворота пробиты. Он достал. Ворота пробиты. Что ж, ну я пытался. Ой, молодец. Нам дают даже экспу. Крит в спинку на десятку. Еще десятка надо лечиться. А это по кому вообще? Шедоу Харта. Почему не прошло? С глаз. Существо дополнительное. Получает заклинание критички. Ворота миха в мудрости. Ничего не понятно. Карлах битая. Паук убивает лучника и пробегает вперед. Камерой живет своей жизнью. Паукан прыгает куда? Это хорошо, что он сюда прям к Зевлору прыгнул. Блин, соколы бомбят. Пытался скинуть Карлах, но по атлетике провалился. Тут еще народ есть. Они пробегают через, ну, через огонь. Загораются, соответственно. Внеочередная. Шоковое прикосновение. Нагублено. Буряга. Надо было двуручную пушку брать. А, бобер уже лежит. Кого-то скинули. Кого скинули? Так, пора Ярость бахать. Карлах Ярость делает. Переключается на оружие ближнего боя. Есть безрассудная атака и ориентировочно. Что? Мы не проходим. Надо Shadow Hard как-то отходить. Бобра бы восстановить. Так, что у нас по Резуректам? Было три свитка восстановления. Воскрешение. Может быть, ей как раз заняться бобром. Прикинем, насколько... Ну, достанем, не достанем. Типа... Слишком далеко. Вообще далеко. А у Паука-то мы с ловкостью с Атлис... Ну... Выносливость не такая высокая. Я к тому, что можем отпихнуть. Не можем. Можем, конечно, от атаки просто отойти. А если я доп действием сделаю через прыжок, скажем, перепрыгну, место освобожу, получу удар по возможности, но хрен с ним. Зато я достану до Бобра и освобожу место... А, почему Паук не атакует по возможности? Слишком далеко, цель все равно. Эх, бобер, бобер. На лечении не остается действий. Кто там был из стрелков? Короче, ты сюда. Карлок, давай, родная, безрассудный, по 50%! О-о-о-о! Хо-хо-хо-хо! А че делать? Погнали! Промах. Дос видос. Все уже очень плохо. И эта пара побежала вперед. Так, а клеймо души это у нас что? Зевлора там закидывают И меня сплэшем Багбер вырывается Они зашли в город Так Что я могу Кстати, а по поводу Паралич гуманоиды на орк Огр скорее всего не гуманоид Ночная воительница С ночной воительницей отдельная история У него все силы, ловкость, выносливость Благословление, аура защиты Класс брони Ну кстати, она гуманоид А там проверка по мудрости Мы на самом деле ее можем прям попытаться 20% Какие варианты Ну есть стрела, кислотная стрела Тут посплэшить По товарищам Что еще Масло там не зайдет Если только его кидать ближе Тут гоблин колдун Рядышком Может быть по нему поработать У нас хороший урон Мы кстати бонусным действием Можем бутылочки поиспользовать Да Насколько вероятно Ахилку на самом деле В завлоры В меня кинуть Может кстати Она сработает на врага Блин Блин, у колдуна Что у него Концентрация Сглаз мудрость Он еще Под бафом стоит Получается Да Не, он Не очень высоких статов Хорошо Если мы говорим О каком нибудь хорошем уроне Это кислотная стрела Все таки Да, она Сплэшем Идавайте кислотную стрелку Слабеньком Слабеньком Слабенько А по Может мы его толкнем Например Я понимаю Что магом толкается Так себе На 50% Это 50% У него Не так много На минус кислота Кстати Блин Там народу Пара лечь на кого-то Броня пошла Это Отступает Под кислотой Не, кислота работает Кто-то умер Из мелочевки Зевлора бьет Карлов умирает Нет, Зевлор умирает Зевлор умирает А вот это очень плохо А, и тут вожак второй Ох, но он обитый очень Нас догорит Скорее всего Багбер не особый Сейчас главное Шэдоу хард Пару хилок Внести Нет, опять бобра Опять бобра Уронили бобра Безрассудное Чтобы был дополнительный удар Дальше Пытаемся так Хорошо 50% сработал Второй удар Половина хитов снесли Ооо Китамин Привет Ничего страшного Миша, здравствуй Здравствуй Спасибо большое Вызываем аспиранта Если он есть Он спасет нас всех Короче Сейчас уже Ситуация, конечно Тяжелая Потому что Во-первых Мне нужно вроде как Бобра Сокола восстанавливать Карлах при этом лечить Давайте я попробую Бобра все-таки Увести куда-то Чтобы Чтобы его не видели И при этом Подхилять Карлах хилять надо Второго уровня Сразу же Слабо Капец Так, ну бобер Приходит в себя Ему нужно Лечиться А у него действия нет Да? Не, есть действия Выпиваем раз Мы можем метнуть Еще в себя Не, у тебя Ни бонусных действий Ни черта нет Короче Бобер Удачи тебе Так Воительница идет Лечит Зургу Клеймо ставит Ой господи Она же Сейчас меня Разуплотнеет Да нас не осталось У нас И огра Громила А как здесь Выруливать-то уже Они идут Тут разливать Надо масло Видимо Если мы Гейлом успеем Бочка Одна не забудь Бобер Идет 14 Хорош Еще А Так Вопросерс Разжигаем Не разжигаем Что там по ловкости По проверке Огр Громилу Ловкости нет И вот Хотя бы Ради него Стоит Вот здесь Маслица Разлить Нет Куда А Разлил Да Удачи нам Телепорт Паш А нет Это По Карлах Один из хитов Не Она здесь Не выживет Промах По Шадоу Хард От Колдуна Не Ух очень много Я хз Что делать И рвутся И рвутся Новые Карлах Держись Минус Карлах Да Масло Бобра Так Че Бобер Кто Видит Они Все Видят Все И Шадоу Хард Ну че Я Карлах Восстанавливаю Шадоу Хард Цель Слишком далеко Конечно Восстанавливаешь Ты Ну надо Надо И куда Куда-то Назад Ее Тоже Лечить Кого Лечить Ее Наверное Да Или Бобра Лучше Карлах Ты ее Видишь Здесь Здесь как бы У нас И Багбер Опасный И Паук Который Спокойно Пройдет И у меня Внезапной Атаки Нет И Может быть Мы Толкнем Нет Подожди Мы же можем Попробовать Столкнуть Да Паука Меченосца Через Скажем 25 Конечно Ты столкнешь его Есть опция Им немножко Еще отступить Потому что Ну а хотя Как Ааа И у нас Скорость перемещения Снижается Вдвое То есть Мы сейчас Еще на масле Упасть Можем Летать Зелеполетом Может быть Зелеполеты Сделать Давай Хотя Зелеполета Кажется Я Это Я Падать Если буду То не буду Разбиваться Может Прилететь Указанное Место Похоже На какую-то Дополнительную Дополнительную Штуку Да А вот Он Полет Во А может Я тогда С полетом Заберусь Куда-нибудь На недосягаемую Высоту Там Половина Людей Так А докуда Они видят Довсюда Они видят Уааа Летит Летит Бобер Скрытности У меня Не будет Преимущества Соответственно Нет Против Цели Только Обычная Атака Либо И там Толпа Еще идет Полудвижина Врагов И тут У меня Двое Трое 45 25 Может Я найду Какие-нибудь Предметы Лучшие Там У меня Вроде Было Что-то Массовое Едкий Клубень Слабенькая Такой Бардак Конечно Бочка Еще Есть Ну Огонь Алхимические Урона Немного Нанесет Блин Какая Же Боля Надо Было От Пауков Избавляться Бафать Вот Этого Главного Ну Что Это Такое 45 Вот Кто Скажет Что Это Такое 45 Вообще Ну Тут По крайней Мере Не 25 Ладно Попробуем Попасть Промах Понятно Ну Сокол В общем Отстрелял Свою Отсидел Свою Можно Попробовать Закончить Ярость Для того Чтобы У нас Действие Все равно Не для того Чтобы Временное Здоровье Получить И Я бы Бобро Отступал Куда-то Сюда А у Нас По ловкости Как Вообще Делам Она Может Рухнуть Но Оставаться Здесь Я не хочу Надо Уже Принимать Вот Людей Снизу И Отступать От Тех Кто Рядышком Находится Это Горит Кастует Мне Должно Очень Сильно Повести Чтоб Здесь Все Попадали И Я Как-то Пережил Ход Так Огр Громил Рыбок Падай 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 Испытание Пройдено На масле Заходит Как себе Домой Тут Шадо Хард Так Сейчас Вот Внимательно У тебя Внизу Огр У тебя Штука Для Поджога У тебя Наверху Недобитый Гоблин Колдун Но Эти Наход Не Это Само Не достают Я думаю Что Надо Гейлам Наоборот Колдуну И К этому К Паукану Проходить А Если Мы Например Луч Болезни Прокинем До Паука Сквозь А Там Обзора Нет Миша Тебе Не кажется Что Сокол Был Лучшим Стрелком Когда Был Рейнджером Может Быть Конечно Они Разные Немножечко Этому Нужно Место Где Прятаться Для Того Чтобы Хороший Урон Из Под Тишка Наносить Я попытался Его Поставить В место Где Казалось Бы Не Должно Быть Врагов Но Получил Я Конечно Так Мы же Можем Сон Сделать Его А Зачем Если У нас Урон Не знаю Не знаю Не знаю Не знаю Кто там Ходит Дальше Но Он и Ходит Получается Есть Подозрение Что Если Гейл Здесь Будет Стоять Он Максим Будет Ловить Он Лестницу Как бы Заблокировал Он Максим Будет Ловить От Огра Плюхим Да И к Пауку Не Хочется Там Подходить Давай Стрелкой Попробуем Промах Отличная Блин Идея Свиток Паутины Никак Хотя Это Бонусное Действие Подожди Почему Никак А Мы Туманный Шаг Можем Сделать А Этот Не Можем Что Можем Сделать Масло Поджогом Магическое Развитие Эликсир Огонь Алхимика Сделать Ну Рановато Наверное Жечь Что Делать Что У нас Доступно Во Кстати Мешок С Дымным Порохом Хороший Урон Но Требует Действия Капец Все Еле Живые Может Какая То есть Не Знаю Это Стрелки Кислота Холмовой Великан Ладно Давайте Магическое Развитие Ничего Стоим Улыбаемся Здесь Блин Выжило бы Shadowheart Выжил бы Гейл Выжил бы Сокол Сейчас На этот ход Попадали бы Эти упыри Рыбок Закончился Так Щит Второй Ставим Гейл Защищается На него Бежит Этот Маг Рыбок Давай Падаем Падай Падай Падаем Ну что Ну ловки Видимо Они Да Испытание Проведено Не могут Не Забираются Забираются И паукан Прыгает Карлах И сразу И роняет И убивает Паука Взрывать Надо Здесь Карлок Без нас Уже Тут Еще Рывок Луч Болезни По Shadow Heart Вроде Промах Так Блин Ну что Бабер Что Будем Делать Я бы Кинул Зажиг Сюда И Попробовал Бабер Нам Не сильно Здесь Угрожает Привороты Да Ну мне Мне больше Все Беспокоит Паук Я бы Скорее Направляющий Луч На него 25 Как А потому Что я Стою У меня Помеха А у Стою идея мне кажется надо ловить надеяться на промах отлично уходить сейчас у нас должна быть точность лучшим 50 процентов если 2 даже 50 блин надо попадать попали хорошо 55 хитов боберс сейчас может либо бочку добить и соответственно гарантированно да давай так а ага а бочка была с маслом тогда нам нужна зажигающая штука алхимическое масло нам нужно а метнуть нужно действие на него до охренеть я попал ну как бы все соколиком бы я вообще отступал бы куда-то или все-таки ворваться финтом каким-нибудь 50 процентов урон какой 14 ты с ума сошел неужели я не могу ничего сделать на бонусные действия может ну свечка тоже действием хотя могу выбросить но я не могу метнуть то есть я должен подходить выбрасывать свечку в масло я тогда тоже взорвусь но по сравнению с этим уроном который попробуем так разделить одну свечку берем и выбрасываем твою же мать как не дошло то не дошло до нее не достала до меня достала а в до нее не достала вот собственно и все я пытаюсь спрятаться но это конечно я чего нас уже трое это еще саппортит просто как царица есть бы взорвать но они не будут толпиться понеслась кислота о подлечил паука этот метнул в него и сейчас паук будет ходить а у меня действие только у гейла я бы этих столкнул гормовой волной но к сожалению я нахожусь не там они не упадут ну гейл как бы тоже тут в зоне риска мягко говоря гоблин вожа гоблин колдун я хочу одну атаку про 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 это самое хорошо и на развороте попробовать скинуть эту двойку погнали один прошел проверку он другой не прошел но это гг это ггм они не падают на частом паук просто шот нет shadow hard лучники забегают на этот упал 1 оберег ставим еще один щит вот он пол керенс прыгает промаш промаш попал промазал второй раз shadow hard жива пока да запись этой части как конечно же будет там есть мелочевка вот если бы я избавился от паука и сверху зачистил бы имел там четырех живых то да то вообще вполне вытаскиваемое было но у меня слева двое я уж гейл это и понятное дело он тут похоронится вопрос как и времени сможет он подержаться еще гоблин буряк оказывается есть откуда ты пять ходов еще блэйс будет работать скрытность проперла что нам это дает вообще-то не аж не особо что дает во первых у меня вижена нет тут возможно надо было кайтить видите как только они прорвались надо было спускаться видите здесь еще бочки еще бочки еще бочки застрял ну а чё шаду hard она может себя вылечить на нее заклинание заканчивается паука естественно раз на раз особенно с бакбером она не выиграет никак все рейнджовые штуки обречены на провал но осталось к стану что-то напоследок можно вылечить себя попытаться типа чтобы еще ходик про продержаться выпрыгнуть я не могу окунуть в яд отпихнуть давай окунем а нельзя кислоту обмакивать токсин виверны можно простой токсин или толкнуть все таки и он и какая разница там же продолжение не будет даже давай покрыли токсином удачи нам бобро может быть имеет смысл даже вниз спускаться потому что здесь уже нет смысла за shadow hard сражаться прячусь но действия нет да я не добежал ой да ладно нет к соколу бежит главное огур громила побежал лестницами пользоваться не может на этот попадает даже ничего попробуем еще разок оттолкнуть вот так неплохо урона по крайней мере нанес хорошо один упал 2 оттолкнули и по крайней мере мы можем тут побежать их слишком много нападает гоблины ну я вот видите одну бочку не остановил в ворота поле а так бы мы спас скорее справились бы с хотя какая разница нет не не справились бы что пауки напали сверху ну и у сокол была позиция ахова я наверное первое то место куда его ставил она была самым классным то есть там обзор был не на всех но зато ну фазовые пауки запрыгнули просто на на две точки где стоял ну и сам ну я тут как бы у гейла последний каст остался сокол тут в жало конечно не вывезет особенно учитывая босса да давайте говорим да ладно я давно запину хотя ну ладно не так давно записывался здравствуйте сегодня первый сейф но классное сражение фазовые пауки много испоганили и я еще блесни накинул на нашего союзника этого двуруча это ему бы помогло пожить еще до сладенького не дошел до босса до этого так или с лагерем так сказали что можно по вейпоинту дам перед а вот так можно переноситься погнали так давайте пока не будем заходить раскидаем бочки здесь которые а мы же не можем у нас же бочки что-то есть в инвентаре но что-то есть в инвентаре но большая часть бочек находится наверху сортируем выискиваем выискиваем бочки раз надеваем соколу пока не забыл у нее там и лук должен был и армор другой да 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 тут тоже не прав я был заходим велхер надеть или одеть это важно можно было оставить кстати карлах внизу подбираем бочку раз идем к второй к третьей все дикий перегруз но зато мы переключаемся на карлах и выбрасываем раз перекидываем ей еще три бочки ты как-то по уму тоже распределить чтобы не рванули мелкие только лишь мелкие то есть надо будет наверное вот где-то здесь еще поставить не в одной корзинке все было ну ладно подсказывать можно конечно только один раз ну название же трансляция есть сегодня с подсказками уже третья трансляция так что не бойся те товарищи которые подсказывали когда это не надо было эта парочка она уже она уже не с нами так давайте сокола реально куда-нибудь поставим может вообще в спину его увести там всегда будут а давай почему бы и нет все сокол пошел вообще в аркаду хотя там будет это главное блин она там стоит бафает мне нужно возвышение какое-то и при этом с этих камней нормально и идеально с этих камней а а потом если что полетом и улице так шадухард соответственно с этим гейл вот как стоял гейл мне нравилось то есть у него тут обзор хороший бафать мы будем мне надо его тоже сюда пока что ну чтобы блэс накинуть блэс накинуть на завлора блэс накинуть на гейлом погнали общаемся встретил которая привела сюда ты при а я привел она обманом заставила да будет проклят мы к этому не готовы но возможно отбились а что тебе еще нужно прорядить погнали так сохраняемся гейл давай ты труби погнали послушаться открыть ворота нет роща под моей защитой погнали вот фазовые пауки и как раз сокол будет нормально работать на этот раз соколик что по шифту по шифту никто ничего не видит а ты достаешь до нее достаешь хорошо тогда прячемся и начинаем 30 процентов да почему в необычного радиуса действия 18 метров у лука блин тут что не 8 больше 18 ничего план по пошел просто по 5 по не туда пошел план и отсюда даже не выстрелю по нему и за дистанции из-за этого отличный ход так лима души вазер да уже говорили спасибо за инфу так давай-ка здесь естественно мы начинаем с блэсом дополнительная броня проверка по спас броскам где у нас там этот блэс достаем второго уровня сразу раз два три 4 ну и пока все давай таксин виверны не не хочу вообще в кучу не хочу что могра начнет стреляться так у нас есть мешок с дымным порохом да может быть мы докинем его сразу вот скажем сюда там толпа народу подрывники вот сюда давай а что 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 может он триггерится действия закинул гоблина мне более не триггерится эти двое же близком перед промах еще один паукан shadow hard держись родная господи просто 30 хп хп а 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 и пара порошка не будет я арбалет не снял ты мог бы сейчас с глаз висит тут еще хуже начало чем прошлый раз просто дичь что надо поджигать тут уже прорываются а а а а а а а а а что же мне делать а а а а а а а а а Давай огонь, алхимика. Нам поджигать нужно, причем так основательно поджигать. И масло. И желательно этих бы задеть. Все значительно хуже, чем раньше. Какой из них будет ходить вперед? Левый, да? Че, мне мага подставляет, что ли? А, не, я могу поджечь обычный миссилеоид. А, нет, ты подойдешь для того, чтобы поджечь. Так, а метаем мы тоже действием, да? Не бонусным, а действием. Плохо. Плохо, плохо, плохо. Ну, связка оттолкнуть у меня действий просто не будет, и все. Поэтому как-то не грустно, мне нужно ловить... А, он не видит меня. Так мы отсюда тогда попробуем метнуть. Уже может получиться. Да, уже получается. И куда? Вот так, видимо. Взрыв, 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 взрыв. И даже ловушечка достала. Огр почти сдох. Тут никого почти не осталось. Один только подрывник. Очень красиво. Прямо, прям глаз радуется. Может быть, цветок туманный шаг сразу же. Да, я не хочу просто этот. Я хочу с пауком помочь. Меня не вернуть от ГГ, там очень маня... Представь, мне не нравится мне все. Я не знаю, о чем ты говоришь. Минус лучник. Так, паук первый уже сажал. И принимается за мага. О, это наши. Наши, наши, наши пришли. Так, ну давай. Надо найти дорогу. Вот. 36 просто, нано. 36. Что за меткость, Михаил? Ну да, меткий стрелок мне немножко тут мешает, но... Может быть, мы все-таки маслометкости еще какой-нибудь или еще что-нибудь такое. Потому что... Устойчивости к огню. Ну, кажется, я его заюзал на Карлах. А других масел у меня нет. Ну, так, посматриваем. Стрела молнии, кстати, неплохо весьма. Ну, я сейчас не попаду. Мне нельзя тратить стрелки, к сожалению. Нет, точности у меня нет. Хоть отключай... Реально этот... Пассивку. Ну, там пять бросок атаки. Один к трём. Ну, это вообще капля в море. Ладно, один к трём. В экскоме не такие попадали. Промах, надо. А, слушайте, там еще раз, два, три. Вот этого главное убить сейчас, чтобы лесенка у нас выжила. Когда он будет ходить? Он будет ходить сразу после меня и Карлах. Если от паука двинусь, то всё. Ну, чё, мы можем его закинуть... Вот так вот огонёк надо в него кидать. До сто процентов. Хотя бы какой-то урон. Себя лечить. Слабеньком. Ну, чё, Карлах? 80, 12. Ты его не убьёшь. Ты его не убьёшь. А если ты его не убьёшь, его никто не убьёт. 2, 9. Какой урон. Чё, врываться безрассудной атакой? Нет, нет, нет. Не, всё, смирись. Просто смирись. Лучше безрассудочку на паука и справляться с ним. Погнали. Он наша больше проблема, чем люди пробегающие. 51 процент. Жесть. 24. Молодец, попала. Умница. Огр догорает. Так, паук похоронил Карлах. У нас есть три Резурректа. Взорвали стену. Вместе там со вторым. Чё-то Карлах окружает. Этот не добежит, а угр громила. Короче, нужно с двумя пауками справиться. Это самая жесть. Что у него? У него сопротивляемость к яду. У меня специализация... А, нет, у него устойчивости вообще ни к чему. Паук-меченосец. Мудрость тинта, харизма в нуле. Вытолкнуть я его не могу, скорее всего. Он не спотыкнется. Яд из-за выносливости будет работать крайне неэффективно. Это не гуманоид, работать не будет. Прикольно. Замедление забей. У нее нет резиста в кислоте. Но видишь, какой шанс попасть просто. Просто шикарный шанс попасть. Ну, резистов там нет. Но у меня и способностей нет, которые тут что-то могут сделать. Толк-он. Это неплохой, типа, урон. И, видимо, побежали. Вообще, мага, наверное, надо было вот сюда все-таки. Пусть они не падают, но масло разлить было неплохо, чтобы просто замедлить. Паук-то еще и сокол сожрет вообще без проблем. С соколиной точности. Вне всяких сомнений. Второй щит ставим промо, хорошо. Второй попал. Давай-давай-давай. Ну, куда ты побежал, дурак, Зевлор, алло? Он даже гоблин не добил. 20% Михаил. Может, забьешь здесь на паука, начнешь работать по тем, по кому можешь работать. Подходим сверху вниз, попробуем кого-то найти. Может, этого увидим. Не видим. Некто, представившийся как кетаминь, поддержал ваш канал на 100 рублей. Спасибо еще раз, кетаминь. Держу в курсе. Так. Не нашел, как донатить без авторизации в приложении. Так. Но, когда дублируешь на теле бан, качество хорошее. Когда дублируешь на теле бан, качество хорошее? What? What? Так, ну давайте, безрассудочка, добиваем, протаем с этого. Ага, 45. 20. А почему? Потому что под угрозой. Это при том, что у меня еще масло точности, нет? Отравление. А, еще отравление. Отравление наштрафует. Ё-моё, вы че? Может, какой-то особый позовет бонус на диван. Атаку ближнего боя 20. Ага, сейчас. Блин, 45, вы серьезно? Да, столбай будет, будет. Конечно же будет. Ну, 45, ну ё-моё. Есть, хорошо, добили. 20% даже травить не хочется, если честно. Можем ярость закончить, временное здоровье получить. Заблору опять прилетело. Какие же пауки жесткие? В два хода все, все здоровье мне снял. Так, ну а здесь как бы понятно, что все плохо. 20% Реально я сокола переучивать буду, потому что у него что-то с точностью. Какая-то вообще досада, беда. Конечно, даггерком-то сейчас его как. Пассивку на урон включаю, но тебе минус 5 атаки дает у себя всего небось 6-7. А, это же кубик от 20, это же реально увеличивает очень сильно. Точно, это же мы 20-ку кидаем по умолчанию. Блин, ну мне вообще надо и масло лить, получается. И пытаться уходить магам. Я не нанесу магам, серьезно? Пытался спуститься. Куда там? Блин, ты поджечь, может он же горит. И паук мне гейл убивает, да? Да, гейл минус. Просто и к соколу. Да я знаю про вкладку пассивы. 45, да. Это как бы не 5%, мягко говоря. Давай попробуем. Прячемся халявным. Да блин, ааа, понял все. Мне же нужно вернуться ко всем. Воу, уже другое дело, да. Да я не так понял, как он этот, короче, забить. Ну там минус гейл, минус шадоу хард. Уже. Йогры лечатся. И это, короче, беда. Че, Карлах, опять ярость. Выключаем пассивку тоже. Другое дело, блин. Вот другое дело. Добьем этого с места. Не добили. А жаль. Нет. Еще реп. Да, ну, во-первых, да. Минус 5 к проверкам, это как бы мне рановато было эту пассивку брать. Надо было брать что-то, что-то более стабильное. Да я неправильно понял. Минус 5 к точности, это... Это не как в XCOM 5%. Это как минимум 25%. А если у тебя еще и штраф, и того больше. Так, давай сокола тогда отсюда сносим вниз. Сразу пассивку выключаем здесь. Карлах, пока по умолчанию, тоже пассивку отключаем. И... Дуем в рог. И снова в бой. А, рахнет на сокола на этот раз. Блин. Конечно, крит промах, но что я буду делать с соколом? О, Уэрл Ситра, привет. Ну, давайте. Погнали. Раз, два, три, четыре. Так, Синчик. И назад. Тебя подставлять не будем. Блин, вот... Ну, сокол не уходит. Он может, конечно, отступление бахнуть. И может покайтить какое-то время. А, слушайте, я могу реально отступление и бонусным действием. Отступление. И, наверное, даже противоположное направление. И здесь уже будем хайдиться. Все. Паука немножко развлекли. Так, дальше. Помним, что у нас была задача... Кто ходит? Только-то я остался. Сразу зажигать, пока не разбежались. Не, оно не сгруппируется. Будет получше. Масло дозалить, может быть, еще пока не поздно. Еще варианты. Ну, масло дозалить, чтобы сплэшем бахало. Просто, если... У меня есть еще один ход. Есть еще один ход. Пока они группируются. Я могу что-то полезное сделать. Можно попробовать сплэшем кислотой вон туда запулять. Но... Но они вроде так и так погибали. Ладно, давай так, пока что. Что это было? Еще еще гейл здесь отхватит. Вот он, опасный паукан. Прыг-скок. К Зевлору. Он ответочку дал. Промо хорошо. Вот сейчас надо паука разуплотнять. Побежали, ребята. Побежали, побежали, побежали. А ворота открыты! Какая сволочь опять ворота оставила открытыми? Ой, молодец. Этот паук скорее мертв, чем жив. И лучник тоже. Ведь мы этого спасли лучника. Кетамин, говорит, имел ввиду, что телефон на теле в хорошем качестве дублируется. А-а-а. Так это хорошо получается, кетамин? Кетамин. Зарегился, беляк. Так, ладно. Карлок должна помогать. Говорю, помогать должна. Соответственно, сразу же... Или ярость бонусная. Да, давай ярость. Че-че, мы копим заряды ярости. Ради чего... Безрассудно. Немощная, но... Но просто этого хватило, и все. Здравствуйте. Надо взорвать это все. Хотя уже не особо важно взрывать. Тут самое опасное, на самом деле, это, в первую очередь, это паукан. Как же тут лучницы просто уничтожают. Щит, щит, ставим второе. Вот можно этих двух гоблинов попробовать Гейлом в следующий ход скинуть. А, не, я не обязательно... Ой, паукан куда пошел? О, отстал от бобра, нормально. От сокола, точнее. Смотрим. Пока они не проскочили дальше, надо... Надо поджигать. А могу я из... Да. Уходим из-под инвиза. Мы же здесь достреливаем. Достреливаем, значит, прячемся. Другое дело. Хорошо. Нет, это первым входит. А-а-а! Это был бак с отображением, ребят. Этот не туда побежал. Класс! Так, ну что мы с этими гоблинами будем делать? Или нижних триггернем? Кто там ходит? Нет, нет смысла. Короче, я верхних, наверное, буду домогаться. Поможем, может, с пауканом? Да, давай поможем с пауканом. Направляющий луч, чтобы... Ну, 50 на 50. Пробуем гоблинов вытолкнуть. Ха-ха, оба полетели. Красиво. И оба умерли. Ай, молодец, Гейл. Да, вот показали Спарту Керриган. Показали вот как раз. Врываются, но пока они там дойдут, нормально. Тут главное второго паука мочкануть. Возможно, даже подлечить, но ситуация очень хорошая. Эти не успевают. Как дойдут, еще пару бочек взорвем. Вот эти вот как раз дойдут. И этот пофиг уже, что ему взрывать. Но добежит и добежит. А, Багбер... Ага, метает оружие. Кто ходит, не могу понять. А, паук-меченосец. Так, ну и Карлах нечего делать. Это удивительное время. Она может порошочек закинуть. Но опять же, поджигать нужно. Можно точечно по кому-нибудь пострелять. А можно пройтись... Давай к пауку лучше. Просто побежали потихонечку. А, я бешенство должен был ручком закончить. Так, минус лучник, похоже. А, там два гоблина запрыгнули. Держись, держись. Шадухар танкует паука. И это побежала подруга. Вот Эксис тоже может взорвать. Не, она пробежала... ...значительно дальше. Клеймо души. Так, а клеймо души... Что там по бобру? Есть вопросы к бобру? К бобру есть вопросы. Может, мы сюда и попробуют пострелять? Да, я не хочу идти в... Ты можешь попасть? Можешь, хорошо. Ага, не можешь. Поэтому можешь. Стреляй по бакберу. Что? А, путь прикрыт. И движений достаточно. Постреляли, похоже, да? Так, не хочется ход терять. Давай попробуем стрелкой... ...сплэшем выстрелить. Ну, это так себе. Позиция. Самая важная. Боберда, боберда сокол. О, паралич на соколы. Вот они находят нормальный... Ну, ничего, он отвлекся. Этот прорывается. Но тоже непонятно куда. Опа! К соколу гоблина метнули? Нет, просто метнули. Так, подруга, ты... Ты лечись. Ты лечись. Раз. Дальше что? Толкни, а вдруг получится. На, на. Здесь можно попробовать сплэшануть по гоблинам. Какие у нас варианты? 55. 90-90. Я бы этих... Начал потихонечку мочить. Очень медленно начинаю их мочить. Хит оставил. Молодец. Он там отравлен. О-о-о-о! Бегут, бегут, бегут. Во, сейчас взорвать надо. Раз, два, три. Там три-четыре гоблина в одном месте. Блин, вот бы ты по бочкам стрелял, дуринда. Что Карлах у меня должна врываться в этого. В паука на на. А ей как бы надо, надо сейчас тратить действия для того, чтобы бочки взорвать. Чудом живая лучника. Лучница. Что стреляет? Молодец. Ай, молодцы. Ну да, надо сейчас Карлах кидать вот сюда зажиг. Капец, шикарно. Опыта получили, подзарвали, кого-то ранили. Ярость, не ярость. Шламляющий, испытание выносливости. Шламляющий, что у нас? Из ориентации. Попробуем. Безрассудочно давай. Промок все равно. Не попал. Двадцатка. Бочка на двадцатку. Как вам такое? Блин. Нет, нет. Блин, Карлах уже в нуле. И кто-то наверх прыгает еще или что? На, бобер в параличе. Под маслом, но это плевать. А где атаки по возможности? Вот этого надо забрать. Это же концентрация, это же шаманчик. Нет, безрассудный боевой. Вот здесь вот гоблин-колдун с одним хитом. Еще-еще паук будет до меня ходить. Сокола закидывают в параличе. Что мы делаем? Два лечения мы делаем. Опять. И уходим, потому что ты как бы вроде как саппорт еще можешь помочь. Что делать дальше? Сейчас паукан будет бить Карлах. Я не знаю, как ее спасать. Почему она два раза, по сути, походила на своем ходу? Ходу. Ходе. Ходы. Ее уже не спасти, скорее всего. Так, ну давай попробуем пробить вот так вот сплэшем по двоим, да? Это же луч пройдет через двоих. Нет. Ну тогда... Карлах, зря мы подлечили. Крит промаха, отлично. А, не, она уже сходила, сори. Она в самом начале сходила. Как же их много. Надо вспоминать, что у нас там по сплэшу. Давай, сам, сам, сам. Хорошо, подранил уже, хорошо. Что мы делаем? У нас есть цель на добивание безрассудной атакой. Так, или у нас дополнительная атака. Если мы убиваем, цель или критуем. Давай, пробуем добить. И пробуем попасть. Блин, или на себя деф поставить. Давай, дефчик, лучше. С богом, Карлах. Штурм вообще шикарный. А, забей. Ставить две дополнительные броньки, если она все равно попадает. А я все еще под параличем соколом. Минус сокол. Кажется, опять заливочная. Такое начало было хорошее. Ну, а сейчас ключевое добить паука и одного вот этого сверху. Там еще Зевлор живой. И воскресить наших двоих желательно, конечно. Потому что быстро они не доберутся. Ну да, сейчас надо делать рез сейчас. Раз и назад. Что могу делать? Луч болезнь на 36. А, рядом со мной Зурга стоит. Можем мы его вытолкнуть? Вот так вот. А, давай попробуем. Воу! Ха-ха, хорош! Шикарный вообще заклинание. Громовая волна. Прям мастхев. Массовое отталкивание. С хорошей вероятностью. Это Спарта! Спарта! Тут еще лучники живые местами. Ну, я надеюсь, что... Наш двуруч... Выживет. Еще один вожак, гоблин. Черт, он крит получил. А, ты дурак! Зачем? Что ты делаешь? Господи! Нет! И этот с бочкой умеет забираться. Он сейчас кого-то рванет, видимо. А, он поединочки бьет. Ну, я рассчитывал на то, что этот не отдастся за один ход. Он больше половины жизней слил. Ну, что, я предлагаю сваливать отсюда вниз. Забло раздаем. Этими отступаем. Ну, на вот эти вот бочки, на... Хотя, блин, тут просто толпень идет. Не-не-не-не-не-не-нет. Что-то так. Крит промо, хорошо. Блин, а как я от паука-то убегу? Я его не закачиваю вообще никак. Бобера негативная проверка. Через два хода. Точнее, у сокола. Ну, сокол опять не участвовал в битве. То есть, он хорошо выманил этого, а потом просто... Три хода, ничего не делал. Эту хрень надо взрывать, видимо, вместе со второй. Что мне здесь делать? Ну, я не смогу отступить тут. Сцеление, ран. Отбрыгнуться, попытаться. О, нормально получилось. Хотя бы немножко отойдем. Есть там возможность замедлить, попытаться. Просто забейте. Ну, зевлор... Будет хорошо, если он успеет ударить по этому... О, вылечился. Он так умеет, оказывается. Хазать, что делать? Просто хай... Хайзэ... Аги... Блин, я почти закидываю мешок с дымным порохом. Может, я отсюда докину? О! Нет. А все равно там огонь нужен. Правильно ведь, правильно. Короче, возвращаемся к своим, пытаемся... Пытаемся просто прикрыть. Да, сейчас меня паук-то размотает один. Как мы не смогли справиться там в пятером с одним пауком, а? Черт. Угу. Паяться. Свозь. Паяться. А? а это у нас шадухард да у нас шадухард частью урон я как тебя толкнул ну че добили этого ты и дидим ой господи ладно последний трай если нет то я пойду наверное другие квесты но они в принципе плюс минус уровень такой то есть у меня 4 там есть 3 4 5 вот но их еще много собак сокол самая большая проблема с тем что сокол очень ситуативен то есть у него он от позиции зависит очень серьезно я пытаюсь ему найти хорошую позицию куда там захвать и бочки с базы гнов да нет далеко от еще тут почти выигрываем мы же не пусечки правильно погнали так сокола не видит хорошо не я сейчас ничего не буду менять конкретно сейчас ничего менять не буду весьма побеждабельная штука все назад может быть даже может быть даже может быть даже надо давай попробуем реально с побыстрее справиться с пауком я понимаю что маловероятно попадание но даже такие в плюс работают о гоблином закидывать ой даже этот попадает ой хорош сидели скоростью мне кажется его нет кажется мне его нет наш беленькая так что может карлок сделать карлок может и должна делать бешенство и вот этих двух гоблинов нарезать пытаться раз да только из-за бешенства у тебя 2 2 атаки нет зря я встал рядышком стопа где второй паук автору паук еще не приходил так эти стягиваются надо уже готовится взрывать а сокол кстати не в игре твою налево я живу не ввел битву такое семя у хэдшот хорошо шаду hard 1 сон ограничен по количеству хп у персонажа насколько я помню до эксперты подтягиваются чувствуем молекулу тоже откуда бы мне это уже влево не хочу идти она просто подходим подожди а ты же можешь зажечь сейчас чем не тратит то ход у тебя прям был в инвентаре мечем метаем быть перекрыт давай так чтобы гарантированно погнали бум не такой эффектный как в прошлый раз кто меня кто-то еще есть надо неважно так нам нужен паук хороший удар неплохо взрывают низ и своих взорвал 45 уже чем-то все-таки на более точно у тебя ничего здесь нет что давай с приоритетом хорошего урон тебя пытаемся уже нормально так ты родная что делаешь можешь на себя сделать щиток зеркальное отражение потому что явно паукан на тебя не собираются вставать макать не можем давай поставим я высокого бутылка с крылышками 300 болеен час начнется и опроса ты фасай тоже сокола бутылка с крылышками бутылка с крылышками бутылка с крылышками бутылка с крылышками не смотрим игру смотрим бутылку с крылышками фасайд же это самое поинтересовался и бутылка с крылышками в сокола сокол где у тебя бутылка с крылышками зелье полета не зря провели эти 15 секунд фасайд капец просто убираем бонусные короче врубаем рубаем ты под яростью ты не под яростью нет под яростью безрассудный так хоть попасть можем 70 процентов бою налево бросить мы не можем хотя гоблинов мы можем назад бросать 13 неплохо но этого сучка есть догорел минус 2 паука ребят 5 лаван осталось наверное сейчас мага назад лить все чтобы поставить и пройти нему ну проходить будут долго огур периодически к нам будет закидывать но в этом нет прям ничего сверх страшного на самом деле сокол спрячется за вторым лучником в надежде на чтобы попробовать бахнуть не должен иметь помеху в виде цели зачем ты взял тоже было в инвизе должен иметь помеху против цели кей ладно стреляем по кому можем но я зря подошел и не спрятался соответственно так за в лор начинает атаковать там кого там сверху вниз час наверное профилактически надо подлечиться болин опять соколов паралич так а параличи у нас чем-то наверняка чем-то он может можно концентрацию нарушить у этого попытаться до нет надо прям не факт что достану отсюда достаём изи давай на она сняли паралич теперь назад на следующий ход будет маслом что тут что тут тут что тут я бы кинул мешочек на самом деле сейчас как раз там уже все горит и мы можем там по трем приблизительно кинуть хорошо нанести хорошо урон 1 надеща с его еще поди его найди даже не кидал вне я его не кидал вот он будь прикрыт ну вроде огонь есть надо проверим ой хорошо минуса ой там народу сколько еще мелочи до хрена надо как-то этого огра попробовать добиться а то он опять сейчас будет метать ага в сокола мимо сейчас пошел за гоблина в сто процентов смотреть а нет вот его надо сейчас убить попытаться что все остальные долго будет обходить а нам эти гоблины в тылу и тут огру добавили 20 блин хитов ну а какие варианты надо переключаться на арбалетерс и все равно его ковырять ой 42 серьезно в необычном радиусе действия сейчас ничего не кидал ну и нечего кидать а я могу из инвентаря что-то взять и кинуть топор могу кинуть молоток арбалетом сумку алхимика авось взорвется тухлыми помидорами могу закидать их вот у меня есть гнилой помидор меняем оружие и прерываем ярость чтобы получить 15 временного здоровья а мне кажется огур нам закинет а пока мы нам некуда торопиться копье держимся сокол держись не удалось спрятаться преимущества соответственно у нас не будет давайте подготовку чтобы больше урона бахнуть ну че то здесь вообще все 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 а у меня метки стрелок же стоит 75 72 храбрец джаун давай огра так упал багбер вроде держимся там конечно босс еще остался чё где что где кто давай его чем-нибудь хорошеньким таким луч болезнь например хорош просто хорош что здесь щит работы дистанционный нет лучиком наверное да направляющим хороший урон 5 хитов у него кстати ночная хранительница уже почти что все ее полномочия почти что закончились минус огур и за вами но пауки пауки самая большая проблема здесь пауки 5 уровня пошли все-таки врываться да у нас масса времени есть вне обычного радиуса было отступить то что может я заблора закинул в этих гоблинов на выбежали лярик да конечно запись локальная делается все в порядке а может даже хранительницу стоит сосредоточиться на ней от нее много бафов от нее много проблем и при этом как бы осталось ли всего ничего не раз в нее жим ой минус 2200 ушла у нас вообще никто не умер ни один лучник это какая-то шами да с четвертой попытки таки справились да сам шоке минус 16 очков здоровья кайф в этом остался мелочевка вбегая там три человека забежали и здесь еще тройка насколько я вижу ну что бобер не достает по дальним они подожди вот же вот же у тебя есть цель не должен иметь помеху против цели что значит не должен иметь помеху против цели какого лешего я же в инвизе а в необычном радиусе то есть помеха видимо надо посмотреть у арбалет в такой же рейндж как у луков у рейнджа не хватает катастрофически бакбра залетает его и скинуть можно тут и народу нашего много ну что мы с тобой будем делать толкать не очень получится потому что рядом стоят барсуки наши мне за эту баг дают опыт нормально можно не заморачиваться с тем кто кого добивает ладно врываемся достаточно действия что можем сделать можем сделать время молиться стрелить одного попытаться удачи мне забирается последний гоблин красить кара не справились просто не справились первое прохождение довольно сложно ну первая попытка прохождение довольно сложно без загрузок слепую пройти начнем с того что паладин который с которого ты на которого ты лезешь он все просто после диалога вплотную подходит и телепортируется к твоим лучником еще второй лучник не просто это и выбирая между переигрыванием там 15 часами и продолжением изучением я выбрал продолжение изучения есть еще один минус так там внизу еще кто-то терся дам я пока добегу просто забей нет нет погнали пытаемся ворваться в оставшихся лучников бонусным действием добивать почти получилось блин карлок здесь может не выжить я и и и поддержать не могу к сожалению потому что получится дай получилось молодец ничего один остался внизу 10 до вожак последний вожак остался но битва была славная сложная но интересная есть демейка обновлен в этом трупе есть элититский паразит надо посмотреть да да опыт дается когда нпс убивают так чтобы не сжечься легкий отдых делаем тут еще полчаса реально лутать будем ну ладно поговорить сейчас это это последнее милости тиморы они все мертвы мы справились видит боги это твоя заслуга моя они зовут нас изгоями адским семенем нечистой кровью козломордами но кровь тех кто пал сегодня в бою была также чистая и горяча как у героев легенд я дам нам новое имя мы те кто выжил мы семья да дорога до врат балдура будет долгой но мы пройдем ее вместе собирайтесь уходим как только можем блин надо торговца одного прибить ты я не знаю тебя нам послали боги судьба или то было просто случайность бляди лак не имеет значения ты помог нам в трудный час и мы этого не забудем какая бы нужда на случай не случилось помню во вратах балдура у тебя есть семья нафиг такого дядю но нам пока не нужно говорить о расставании у нас есть время дорога впереди свободна и проклятие мне в кои-то веки не помешает а и проклятие мне кои-то не помешает выпить мы остановимся в лагере на ночлег если ты не против вот под покровом а это кто что за хрен че он не участвовал в битве боги всемилостивые это же Хальсин представляю какой разнос он устроит Кааги иди поговори с ним ведь если б не ты он бы вернулся в рощу а не на пепелище а а как будешь готов мы будем готовы с ну короче перемещаться к путешествию так давайте посмотрим что у нас тут повыпадало сегодня к сожалению у нас такая коротенькая трансляция я хочу посмотреть на лут героев бомба из дыбного пороха там 10 и 20 урона сплэшем паучихи самые жесткие гоблин храгбрец двурочные топоры гоблин колдун так что здесь ищейки бак берем остроглаз эльф с этим с ой я сейчас бы ни того не подлутал и все на меня бы ополчились не щейка пока что какое-то просто отребье зургу посмотреть думаю если что-то и должно быть то у трех героев которые штурмовали нас ну там только золотишко побольше и все ключ от клетки то мы сможем видимо дору или как его там зовут надо будет вернуться в гоблинский лагерь интересно дойдет слух о том что мы как бы не очень хорошие теперь но по отношению к ним там и и квесты искатели приключений и много-много-много всего другого огра пусто самое главное вот этой ночной хранительницы ёпыр с атея давай наливай ксианид какая-то булава плюс один огонь ксианид один раз до следующего короткого отдыха можете окутать цель фейским сиянием на два хода если промахнетесь атакой а что за фейское сияние испускает тусклый след входящий атаки получает преимущество образец пара образец паразита сапожки гигантский шаг сосредоточенный шаг творя заклинание который требует концентрацию получать эффект импульс импульс это существо чувствует что нельзя терять терять ни секунды его скорость перемещения увеличивается на полтора метра пока действует с ним эффект снимается оказывается замедленно бездвижно в виде настроя но это для естественно для нашего роги мы оставляем тут еще бронь к плюс 12 но легкая проверки на скрытность на нас такая есть и очень красивый прикид на самом деле вот это вот ее кожаные перчатки с припасами так отправляем сразу shadow hard 1 отправляем shadow hard 2 отправляем может кстати даже гейлу этот доспех свободная одежда соколу свободной одежды и соколу перчатки и сокола стильные сапоги получили трасс сыграть лира точнее литра и пока не забыл давайте во первых а нет у меня же мантии тут шикарнейши соколу выдаем тут еще преимущество при проверке то есть это торморта с двумя свойствами испытание выносливость экипируем раз надеваем два три четыре ля какой еще бы кепку как бы тематической все будет шикарно так лучик мечик и последний shadow hard она берет сапоги вместо той чтоб паутинная и берет булаву 2738 наверняка у кого-то тоже есть обычные сапожки у сокола есть обычные сапожки на сегодня трансляция фактически одно сражение но какое эпическое просто эпическое не с первого раза все уже сейвы потерял и счет сейвом там их уже 67 сколько и прощаюсь с вами до завтра завтра уж точно варик два часа сегодня китайцы что-то на 5 нам утили с расписанием перенесли сдвинули в было одно потом другое в общем завтра два часа приходите на варик там будет хэппи играть в группе у него еще лин насколько я помню ну и по мелочи там типа своей ну как все кто первую групповую прошли четыре человека там у него будет вот ну и после после варика будет скорее всего baldur's gate благодарю за то что смотрели запись сейчас поставлю заливаться на youtube чик все хорошего вечера заходите на goodgame.ru . нажми b полазы b не нажимается б куда-то и щит еще дел